Мы настолько близко к цифровому порядку, что я даже могу услышать его запах. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск на моем канале. Сегодня в Конгрессе США снова обсуждали цифровой доллар. В этой статье на Reuters.com подтверждается, что министр финансов США Стивен Мнучин серьезно рассматривает вопрос о дополнительных прямых выплатах людям в рамках законопроекта о следующей фазе антикризисной помощи. Это было всего несколько дней назад. Я могу с уверенностью сказать вам, основываясь на этой информации, что они строят почву для потенциального использования цифрового доллара для этих выплат. Цитата Мнучина. В США все еще остается значительное количество неработозанятых людей, и с этим что-то нужно делать. Думаю, нужно серьезно рассмотреть вопрос, хотим ли мы пойти на дополнительные прямые выплаты для стимулирования экономики. Но мне кажется, что все это будет связано с возвращением людей к работе. Действительно, Соединенные Штаты начинают открываться после закрытия на карантин. Уровень безработицы начинает уменьшаться, медленно, но уверенно. Это видно на графике. Экономика временно стояла на паузе, но теперь начинает набирать обороты, а людям нужны деньги. Вот в чем проблема. Экономика стояла три месяца. Из-за экономерной реакции на это стало то, что люди остались без денег. А первый раунд финансовой помощи немного опоздал. Устаревшая система не сработала как надо, и решением станет цифровой доллар. Криптонерсинг в Твиттере пишет следующее. Забавно, как вдруг малые и средние предприятия стали объектом экономических переговоров. Подождите-ка, а на кого фокусируется Рипл в последнее время? И добавляет ниже. Возможно, большие стимулирующие платежи финансовым институтам завершены. В скором времени ожидаются платежи поменьше. Это, конечно же, спекуляции. Но когда мы знаем о неизбежном конце игры, у нас есть право спекулировать на актуальных событиях. Я думаю, ирония в том, что все это происходит на скоординированной и запланированной основе. Теперь, друзья, пользователь Криптопоэта опубликовал у себя видео Криса Джан Карла, который специально для Конгресса США записал предложение о переходе на цифровую валюту. Причем с использованием технологии распределенного реестра, по сути, блокчейна. Вам обязательно нужно увидеть этот видеоклип, потому что все, что раньше казалось далеким будущим, теперь становится экстремальной реальностью. Видеоклип называется «Инклюзивный банкинг во время пандемии. Использование ФРС-аккаунтов и цифровых инструментов для доставки стимулирующих платежей». Сегодня я хочу обсудить куда более фундаментальный цифровой доллар, о чем был пост на сайте проекта Digital Dollar. Это цифровая валюта Американского Центрального Банка, или же CBDC, сокращенно. Это будет совершенно новая форма денег. Это будет цифровой инструмент на предъявителя, имеющий тот же юридический статус, что и обычные доллары в кошельке. Только будут они не в кошельке, а в смартфоне. Организован он будет на двухуровневой архитектуре коммерческих банков и регулируемых передатчиков денег. А все операции будут регистрироваться в том, что называется технологией распределенного реестра. Это был Крис Джан Карло, который на данный момент возглавляет проект Цифровой Доллар, или же Digital Dollar. Этот проект работает в сотрудничестве с Accenture, а Accenture, в свою очередь, является партнером Ripple. Вот такая запутанная схема. Я думаю, это просто невероятно видеть, как появление цифровых валют центральных банков обсуждается на самом высоком уровне в США. Вам стоит понять, как много сейчас происходит событий, которые служат катализатором принятия американского цифрового доллара. И это произойдет быстрее, чем все мы ожидаем. New Creation Capital в Твиттере комментирует встречу в Комитете Платы представителей США по финансовым услугам. Давайте послушаем. Сегодняшнее обсуждение было очень глубоким по двум темам сразу. Способы, как федеральное правительство может лучше использовать технологии для увеличения эффективности доставки правительственных финансовых услуг и концепт цифровой валюты центрального банка. Я только за то, чтобы стать свидетелями запуска этих вещей. Два месяца назад я со своим коллегой отправил письмо с требованием к Министерству финансов принять дополнительные шаги по кредитованию американских предпринимателей, а также сферы инноваций и изобретений. Как сопредседатели компании Blockchain CoQUS, мы глубоко изучаем все технологии и то, что они могут нам предложить. Это может помочь решить оба вопроса этого обсуждения, о которых я упомянул в начале. К тому же, широкий массив технологий поможет Министерству распределить остающиеся стимулирующие платежи, которые все еще не доставлены. Поэтому я призываю их и другие агентства обратить внимание на новые блокчейн-технологии, которые могут помочь работать быстрее и эффективнее. Также он добавил, что в скором времени использование наличных денег сойдет на нет из-за того, что пандемия показала, что актуальная финансовая система сильно ограничена. Фактически, она как инвалид на коляске захлебнулась, пока десятки миллионов граждан Америки ждут свой бумажный чек. Это был Том Эмер, сопредседатель блокчейн-компании Blockchain CoQUS. А это его письмо, которое он вместе со своим коллегой написал, адресуя Стиву Мнучину, министру финансов США. В этом письме они говорят об использовании технологии распределенного реестра для стимулирующих платежей. Они также упомянули факт, что цифровая экономика и цифровые деньги уже на горизонте. Друзья, все доминошки, падение которых ведет нас в цифровой век, упали прямо на ваших глазах. Мы видим, как элита уже публично обсуждает это, и теперь они не скрывают от нас слова, которые раньше были тайной. Мы настолько близко к цифровому порядку, что я даже могу услышать его запах. Они видят кризис здравоохранения, политические и финансовые кризисы. Они говорят, что эти стимулирующие платежи необходимы, и их решение – цифровой доллар. Мы двигаемся в цифровой мир, в котором Ripple XRP сыграет важную роль, как замена древней устаревшей свифты и ее клонов. После принятия цифровой валюты Центрального банка нам потребуется то, что называется Bridge Currency, или же платежный мост, который позволит привнести ликвидность в эту новую цифровую финансовую систему. Я хочу вас поздравить, ребята. Если вы следите за моим каналом и за развитием цифровых технологий, то вы становитесь свидетелями рождения новой экономики. И когда шторм успокоится, а вырванные с корнями деревья заново отрастут, вы сможете рассказать своим детям и внукам, что вы не только выжили в 2020-м, но и выудили выгоду и прибыль из двигоэкономической парадигмы 2020-го. На ваших экранах список богатейших держателей Ripple. Вы можете увидеть, что топ 0,01% из всех кошельков Ripple, то, что я называю умными деньгами, в последнее время накапливают XRP. Если это и спекуляция, то она точно не необоснована. Кто знает, для чего держатели этих кошельков используют свои XRP. Но мы можем видеть их действия, они не могут спрятаться от нас, и мы видим, что они накапливают XRP. Чтобы вы понимали, эти 0,01% это люди, которые контролируют триллионы долларов на нашей планете. И если они накапливают XRP, то это что-то да и значит. А что это значит, напишите в комментариях, интересно будет услышать ваше мнение. А меня зовут богатейший Динь, не забудьте поставить лайк, давайте наберем 2000 лайков, а также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!